Привет дорогие подписчики и гости моего канала. Добро пожаловать в самый правильный блог о пиве. После значительного перерыва я подготовил для вас кое-что интересное. Сегодня мы будем говорить о портерах. Погнали! Кстати, хочу вас успокоить. Времени я зрения терял и днем и ночью искал подходящий экземпляр на обзор, так что тары дома накопилось прилично. Прежде чем начать, хочу сказать, что мне приятно, что вы пишете мне сообщения и делитесь своими пивными находками, а также нельзя не отметить тот факт, что на канале уже 20 подписчиков. И кто-то скажет, эй, чувак, 20 человек, нашел чем гордиться. Отвечаю, а не пойти бы ли вам на... Итак, портер. Темное пиво с характерным винным привкусом, сильным ароматом, солодой, насыщенным вкусом, в котором одновременно присутствует и сладость, и горечь. От себя хочу добавить, что особенностью данного сорта является выдержка в бочках из-под портвейна. Этот сорт пива был впервые приготовлен английским пивоваром в первой половине 18 века в Лондоне. Портер был придуман как заменитель классического эля и предназначался для портовых грузчиков. Помимо Англии, портер пустил свои корни по всему миру, рождая новые стили. Так, например, существует отдельная категория, именуемая балтийский портер. Рекомендую, к примеру, попробовать отечественный балтийский портер от петербургской пивоварни Найтберг. Крайне хорошо сбалансированный сорт с ярко выраженными винными нотами и мягким послевкусием. Я бы с удовольствием сделал на него обзор. Не окажись в моих руках уникальный экземпляр из США. Двухкратный обладатель почетного титула лучший портер мира от крафтовой пивоварни Роук. Мока портер, друзья! Не терпится попробовать. Итак, у меня в руках бутылка объемом 0,355 литра и цена в 400 деревянных, конечно, в этом случае может отпугнуть. Но что не сделаешь для подписчиков, ведь такой шанс нельзя было упустить. Крепость 5,3 градуса, горечь 54 АБЮ, никаких химикатов, добавок, консервантов, пивочной работы. Приставка Мока дает вам представление о том, что вкус будет шоколадно-кремовым, как у Макачино. Если кто не знает, напомню, что Макачино это кофейный напиток с добавлением шоколада. Итак, мне уже не терпится открыть, друзья. Да простят меня ребята из Андерсон Вэлли, но, по-моему, эта банка лучшее, что может быть для Портера. А вот и он, его величество Портер. Перед нами темный смоляной напиток с плотной пенной шапкой. Собственно говоря, в аромате ярко выражены ноты орехов и какао-бобов. Вкус является продолжением. Пиво достаточно плотное, ярко ощущается вкус жженого кофе и шоколада. На мой взгляд, выдержан идеальный баланс между хмелевой горечью и солодовыми нотами. И завершается вся эта феерия кремовом послевкусии. Одной бутылкой, конечно, сложно обойтись. Однако можно смело порекомендовать это пиво в дополнение к сочному стейку, например, или даже десерту. Я продолжу пить пиво, а на этом мы, пожалуй, закончим наш обзор. Если вам понравился выпуск в данном формате, ставьте палец вверх. Это будет сигналом для меня, в каком направлении дальше двигаться. Обязательно посмотрите мои предыдущие ролики, кто еще не видел. Про мое любимое нефильтрованное пиво можно посмотреть здесь. И про необычные тыквенные элли от блюдок здесь. Жмем на якорь, чтобы подписаться. Не стесняемся. А я не устаю напоминать, что пиво нужно пить ответственно. Берегите печень. А с вами был Дима. До новых встреч, друзья. Пока.